Территориальная комиссия по регулированию социально-трудовых отношений создана в нашем городе в 1996 году. В минувший вторник заседание комиссии состоялось в новом формате и было отмечено подписанием важного для города документа. В территориальную комиссию по регулированию социально-трудовых отношений вошла образованная в этом году новая общественная организация – Территориальный единый союз работодателей. В объединение вошли союз предпринимателей Бердска, союз промышленников, а также управляющая компания нового проекта – Сибирский научно-производственный технопарк. Нам заходят сюда очень серьезные инвесторы, поэтому наша основная задача – решать социальный вопрос города Бердска. Помогать работодателям, если будет необоснованное давление со стороны Киева, назирающих структур. То есть мы открыты к общению, готовы помогать, готовы к сотрудничеству. Один из важнейших вопросов в сфере обеспечения конституционного права на труд – это безопасность на рабочих местах и предупреждение производственного травматизма. Как отметила замглавы Жанна Шурова, в целом в России случаи травматизма сократились на 32%. В Бердске в прошлом году зафиксировано два таких случая. В организациях и учреждениях ведется планомерная работа в этом направлении, обновляются нормы безопасности, проводятся занятия и беседы с руководителями и работниками. Пока взрослые трудятся, маленькие берчане должны быть обеспечены местами в детских садах. В нашем городе очередь в дошкольные учреждения составляет порядка 4000 человек. В этом году группы детсадов пополнят 1633 ребенка, 220 из которых ясельного возраста. Мы изыскали возможность, посмотрели без переоборудования, минимальные условия, какие необходимо создать. Мы в Сибиричке 45 мест открываем, в 16-м саду 25 и 50 – пчелки. Итого по городу у нас будет 220 ввод ясельных мест. Существует проблема с местами для детей возраста 3-4 года. Мест не хватает для 250 детей данного возраста. В качестве стратегии на будущее замглавы предложила при строительстве новых жилых объектов учитывать помещения для дошкольных учреждений. Рассмотрен вопрос занятости молодежи в свободное от учебы время и в период каникул. В этом году за счет средств бюджета планируется трудоустроить 337 человек в возрасте от 14 до 18 лет. В основном ребята заняты как аниматоры, как вожатые, в качестве инструкторов при проведении спортивных мероприятий. Практика показывает, что желающих трудоустроиться молодых людей в три раза больше, чем рабочих мест, предоставляемых муниципалитетом. К сожалению, работодатели не откликаются, потому что не хотят, наверное, брать на себя по большому счету ответственность за несовершеннолетних ребят, она высока. И плюс нет ресурсов в виде опытных наставников. Будем инициировать, будем уговаривать, разговаривать с работодателем. Ситуация на рынке труда в нашем городе в целом оценивается как стабильная. По данным Центра занятости, в первом квартале 2019 года признано безработными 628 граждан. В связи с предоставлением выгодных условий гражданам предпенсионного возраста предпенсионеры активно пошли становиться на учет. Порядка 18-20% от всех безработных составляют граждане предпенсионного возраста. Выделено финансирование на обучение 50 граждан предпенсионного возраста из расчета 68,5 тысяч рублей на одного человека. За пять месяцев направлено на обучение 19 предпенсионеров. Данная отчет мы тоже, в принципе, и на областную, что они сегодня докладывают, в принципе, и держат область на контроле. Заседание комиссии ознаменовано значимым для города событием. Подписано территориальное трехстороннее соглашение на 2019-2022 годы. Оно включает в себя семь пунктов и является инструментом взаимодействия сторон. Его основная цель – развитие всех аспектов социальных отношений в нашем городе. Вопросы, которые были проблемные, они умалчивались просто. Может быть, они не доходили до органов власти. Возможно, где-то не слышали работодатели, где-то не прислушивались профсоюзным лидерам. Как раз вот на это и направлено, на решение этих вопросов. Представители трех сторон, подписавших соглашение – это председатель комитета профсоюзов Елена Симонова, председатель союза работодателей Константин Зайцев и от администрации – координатор территориальной комиссии Жанна Шурова. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!